Теллтейл 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 Дальше, наверное, двух строчек первого диалога не зашел Вот, поэтому давайте начинать Будем походу разбираться, что у кого Ну, а так в целом Не знаю, что Чем-то Теллтейл меня может удивить Потому что, как таковая игровая механика всех игр Максимально одинаковая Хотя, с одной стороны, я от Игры Престолов Ничего не ждал, но Все-таки она меня порадовала Окей, даже сериал начал смотреть снова С пятого эпизода С пятого сезона На котором я когда-то оставил его Господи Тут еще выбрать кого-то надо Пусть этот будет От девушки что ли? А, ну слепо всего Пусть парень будет Орден камня Начало Эпизод 1 Да Ключевое значение в этой игре Ну понятно, это как обычно Сюжет развивается в зависимости от действия игрока Никакие постройки не вечны Так и всякая легенда Даже самая великая со временем угасает С каждым годом утрачивается Все больше и больше деталей А то что остается в конце концов Становится мифом по правдой Говоря проще Ложь И все же Во всем известном мироздании В наших землях и в чужедальных краях Легенда о Борде и Камне Передается из уст в уста без сокращения И это говорит само за себя Воистину лишь многострадальная земля Нуждается в героях И наша земля, к счастью, знала о своих героях Хоть и давным-давно Было их четверо Габриэль — воин Чей меч оповергал в дрожь всех противников Элегорд — инженер красного камня Чьи машины знаменовали собой Эру изобретений Магнус — разбойник Который направлял свою разрушительную фантазию В благое для всех русло И Сорен — архитектор Створитель миров И глава Ордена Камня Вместе эти четверо Тузейцы решили очень много И вправду Снискали себе Четырех героев А, снискали правду Короче, да Величайшим их деянием Стало опасное путешествие Принятое для того, чтобы сразиться Стоитственным существом Драконом Края Драконом Края В конце концов Орден Камня одержал победу И дракон был повержен История их завершилась И они ушли Чтобы остаться жить в легендах Но там, где кончается одна история Начинается другая Скелл Скелл бы предпочел сразиться С сотней зомби Размером с курицу Или с десятком кур Размером с зомби Хочу пояснить У тебя не будет Ни оружия, ни доспехов Что? Ни оружия, ни армор А? 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 Что? Это просто глупый вопрос Забудь Значит так Я поставил на крышу датчик Дневного света Если я же сделала правильно Эти лампы включаются так Только угаснут Мне не хотелось Оставлять тут Рубина одного Пока мы будем Состязаться с строительством Строительным Что-то там Вот А что, он идет с нами? Серьезно? Что за вопрос? Разумеется Ладно, я не говорю Что его нужно Не нужно брать Не говорю Но тебе не кажется Что это несколько странно Всюду таскать его с собой Из-за него мы смотримся Как, не знаю Как Дилетанты Люди 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 Людят поросят Рубин Рубин мой лучший друг Мне казалось Что это я Твой лучший подруг Это можно О вас обоих сказать Я ничего такого Не имела ввиду Рада Что он с нами Просто не хочется Давать людям Еще один повод Обозвать нас неудачниками Мне это начинает Надоедать Кому какое дело Что они думают о нас? Знаю Просто это утомляет Говоришь Ты не неудачница, Оливия Так и держи победу Ладно, хорошо Ты слышала это? О нет Ну вы, девчата Прямо так обделались Это было здорово Аксел Что с тобой? Замечательно Теперь я буду смердеть На край Как свинья Я думал Мы друзья Классная маска Правда? Да Очень правдоподобно Ну и физиономы у вас Принес ракеты для фейерверков? А как же Я даже кое-что для малыша принес Ты принес Рубену маскировочный наряд? Мы идем на сборище Кому-то придется нацепить костюм Его драконом одели А вот этот вот Зеленый Он как называется? Я знаю, что они, короче, взрываются И что их можно под землей найти Как же их называют-то? Блин Кипер, по-моему, их называют Если не ошибаюсь Но я не уверен Ладно Так Он здорово смотрится Да, я хоть часов потратил на эту штуку Ладно, ладно Ты точно принес ракеты? Да, я готов Жду вас, народ Было бы Был бы он и прям твоим лучшим другом То Ты бы его не выпустила наружу в таком виде Надевать костюм на свинью небезопасно Еще опаснее пытаться его снять Поторапливайтесь Хватайтесь его, брохло Встретимся внизу, хорошо? Окей Ладно Начинается игра, ну-ка Знамя Габриэль Воин Думаете, мы когда-нибудь станем столь же знаменитыми? Это вполне возможно Можете обрету знаменитость Благодаря своей чудесной коллекции плакатов Ножницы, пожалуй, возьму Вдруг подвернется какая-то овца Шерсть можно будет состричь Недалекий, когда мы выиграем В строительном конкурсе Крайкона И когда это произойдет Люди будут смотреть на нас и говорить Эй, вон идут Джесси с Рубином Победители Встретительного конкурса Крайкона Мы, в самом деле, нужно поменять ими Да Так, секунду Кофейка сейчас хлебну Так Че у нас тут еще? Вот эта штуковина Эту стойку я получила Получила в подарок Но у меня пока еще нет доспехом Чтобы на нее что-то повесить Получила? Подожди Ты девочка? Вот это да А ну-ка, Рубин Издай драконь и рев Сойдет, Рубин Сойдет У него же мужской голос Почему В женской интерпретации О, еще сундук Кремень и кресало Не слишком истерты Так, ну все Я думаю, можно идти Так, спускается прикольно Это все? Погнали Ага, старик, погнали Пошли До меня дошел интересный слушок О строительном конкурсе Но вы должны пообещать, что никому не скажете Окей Ладно К тому же он состоит из двух частей Одна, другая интереснее Выкладывай, Акси Часть первая Специальным гостем на Крайкане в этом году будет никто иной, как Габриэль Воин, собственной персоной Вот это да, вторая часть Часть вторая Согласно моим источникам, победитель строительного конкурса получит возможность с ним встретиться Если мы проиграем, то ничего не потеряем Зато если выиграем, подумать только Это слегка С лихвой окупит все наши неудачи Угу Так Встретиться с Габриэлем мечта и большая честь Это точно, он великолепен, было бы чудесно увидеться с ним Рубену лучше быть поосторожнее в таком наряде Когда Габриэлю в последний раз попадался на глаза дракон, дело кончилось плачевно Слушай, а в этот твой источник случайно Изготовление плакатов на жизни зарабатывает? Что? Вообще-то, нет, у меня нет никого, никакого источника Вы, девчата, мои единственные друзья Ребят, давайте сосредоточимся, нам нужно победить в конкурсе Мы никогда не побеждаем Мы никогда не побеждаем И в этом году с нами еще и Рубен У нас практически нет шансов Девчата? Блять, да что происходит? Почему у него голос мужской? Такого черта? Мы победим, потому что... О чем это ты? Вплоть до следующего дня мы ненавидели проигрывать Но сегодня, друзья мои, сегодня мы будем учиться любить Побеждать На словах у меня получается не так гладко, как в голове Не-не-не, я с этим согласен Хорошо Погодите, погодите, мы неправильно мыслим насчет всего этого Смысл строительного конкурса не в том, чтобы что-нибудь построить Нужно сделать что-то такое, чтобы тебя заметили, судьи Ну ладно Так как же мы это сделаем? Мы не просто построим что-нибудь действующее Мы союзим нечто незатейливое Закончим машину для запуска фейерверков, как и планировали А затем построим в придачу еще что-нибудь классное Пожалуй, мы на верном пути Если хочешь произвести впечатление на суде, построишь что-нибудь страшное Поэтому предлагаю построить крипера А, крипер, точно А может лучше, странник и края На мой взгляд, они страшнее, чем криперы И у тех и у других есть свои плюсы Все они должны быть жуткие твари Крипера Ну, с одной стороны, крипер у нас есть И все могут просто убежать оттуда А странник края Опять же, сегодня ты нас напугал до безобразия своим крипером Давайте построим странник края Идея Оливия Стонишь что ли? Не, я хотел сказать ООООЧЕНЬ здорово Ассом Ну да, пожалуй, мы в первую очередь здесь чем-то определились еще до начала конкурса Как думаете, у нас есть все, что нужно? Не помешало бы раздобыть еще кое-что? Так давайте раздобудем Мы хорошо подготовились, мы не можем проиграть Ни в коем случае Сделаем это На счет 3, будь готов Нет, лучше всегда готов Нет, это то же самое Ладно, проехали, на счет 3, все как один Раз, два, три, мы команда, он сказал Мы team А чё вы все в разные стороны разбежались? А-а-а Что вы? Ух, ха-х-ха Ррррррррг Рррррррррг Ух-х-х-х Ух-х Ни в коем cual Ой, сейчас на кипера наткнется, на крипера, еще и арет успевает подстричь. Мы знаем, что будем строить, у нас все для этого есть, мы вполне готовы. В этом году все будет иначе. Я готова не только строить, я готова побеждать. Знатная у вас свинья, неудачники. Замечательный, это лук со своими оцелотами, соперничество продолжается. Ого, у него кожаные грудки в одном стиле и все такое. Это так классно. Так-так-так, неужто орден неудачников? Отлично, горе команда пожаловала. Лукас, взгляни на этих лузеров. Пойдемте, парни. Ваше имя, пожалуйста. Аксель, привет, как дела? Нет, имя вашей команды. Имя команды? Мы об этом никак не подумали. Анонимно проиграть не получится. Смертники края. Мы маньяки Нижнего мира, господи. Морден свиньи. Сука. Так. Че бы. Даже не знаю. Я просто не думаю, что в этой игре какие-то ключевые, конечно, моменты это все имеют. Давайте приколемся в Орден свиньи. Мы Орден свиньи. Серьезно? Это что? Это что, мы теперь будем привязаны к Рубину или ты прикалываешься? Хорошо, Орден свиньи. Ваш стенд номер пять. Вы, ребята, в буте пять. Погуляем. Словно, весь город собрался. Нет. Нет, просто нет. Ну ладно. То есть мы так можем ходить в сундуки лутовать? Не нравится мне это. А, мы с ними по соседству. Так, на шифте можно ускоряться. Тут полно людей. Да иду, иду я к вам. Давайте начнем. Черт возьми, это что, маяк? У них маяк, черт возьми? Черт возьми, чертов маяк? Это витражное стекло. Они не просто маяк строят. Они строят радужный маяк. Хм, маяк-то здорово. Мы проиграем. Наша задумка куда круче. Огромный сторонник края, опускающий фейерверк. Это лучше, чем вычурный... Вычурный этот маяк. Да, у них только за сложность наберется больше очков, чем у нас будет общий счет. Но у нас есть кое-что, чего нет у них. Фейерверк. Нам, пожалуй, не следует на них пелиться. Гляньте-ка, Орден Неудачников. Снова. Точно подмечена, Джилл. Мы просто смотрим. У вас у всех еще будет время насмотреться, когда наше сооружение выиграет и будет выставлено на Крайконе. С тобой невозможно общаться. А может, и не у всех. На Крайкон запрещает собрать еду или напитки. Я про вашего поросенка. Заткнись. Что это? Джесси сказал, заткнись. Тебе повторить? Не знаю. Пожалуй. Пойдет время, зря тратить Айден. Нам пора работать. Повезло вам. Мне некогда. Эй, Джесси. Эй, Джесси. Ребята. Привет, Петра. Как идет строительство? Время покажет, но... Но настроены мы оптимистично. Эй, Петра. Петра, забыл поблагодарить тебя за звезду Нижнего Мира. Привет, Лукас. Допустя кем? Ты помогла этим болванам? За хорошую плату я любому помогу. Если вам что-нибудь понадобится, вы знаете, где меня искать. Никто из нас не знает, где тебя искать. Вот именно. Без обид, ребята. Если у вас нет претензий к Петре, не должно быть и к нам. А почему бы нам не оставить неприязнь? Знаете, давайте лучше думать о том, какие классные у нас сооружения. Здравствуйте, я помнился. Хм. Ты знаешь, сделай это о том, как классные наши строительства. Петре у нас претензий нет, а вот твоих приятелей не мешало бы получить вежливости. Да они просто пытаются до вас достучаться. А знаешь, такую поговорку, грубость не всегда побеждает? Звучит как наставление для неудачников. Дамы и господа, добро пожаловать на строительный конкурс Крайкона. Победители в нынешнем конкурсе смогут выставить свои сооружения на Крайконе, а кроме того, получат возможность лично встретиться с Габриэлем-воином. Ого, рукопожатие. У нас нет рукопожатия. Нет, так придумаем. Назовем его Сука, туман воина, удар красного камня, хватка беспредельщика, толчок строителя. Толчок строителя. Эх, не удалось. Ну вот, ни с того ни с сего, я опять нервничаю. Чё, никто не запомнит этого? Не стоит, мы справимся. Просто следуй плану, и всё будет хорошо. В этом году один свиньи поиграть не может. За дело. Итак, строительство начинается. Ничего себе, фейерверка-метатель? Как страшно. Занимайся своей постройкой, а мы будем заниматься своей. Вулкан какой-то. А вот и момент истины. Никакого толку. А, типа всё или ничего. Очень классно смотрится. Победа наверняка будет за нами. Должен признать, этот странник края очень неплох. Правильное решение Джесси. Ребята, на вас люди смотрят. Хорошая постройка, старик. Что? Не может быть. Это же просто куча крашеной шерсти. О нет, Рубен горит. Рубен, нет, вернись. Всё, из-за Айдена. Лава приближается, она уничтожит постройку. Рубен потеряется. Надо что-то делать. Так. Так, ну же, помоги. Так, оставайтесь здесь и спасайте машину, да. На нашу постройку вот-вот охватит пламя. Вы, ребята, оставайтесь и спасайте постройку. Мы её накрыли, Джесси, поосторожнее. Мы встретимся на Крайконе. Ваши друзья остались с машиной. Ага. Рубен? Рубен? Где же ты? Где же ты? Хрюкни, если меня слышишь. Там следы его, конечно, слева видны. Ммм, следы свиньи. Рубен? Где ты, парень? Он похрюкивает. Рубен, это темнота мне не по душе. Они определенно принадлежат сынье. Хм. Рубен никогда не мог их оставить. Чё? Да, слышу, похрюкивает. О, берёзка. О, морковка. Эй, Рубен, где у тебя морковка? Где ты, дружок? Рубен, ты там? А, он дальше пошёл. Будь неладной, эти свиньи. Такой кивнул головой. Рубен? Рубен? Да не вы. Эй, всем свиньям, кроме Рубена. Заткнуться. Так, а дальше-то следы не идут. Рубен, тут страшновато. Рубен? Рубен? Рубен, о нет, ты там, дружок? О, боже, постарайся не поджариться, Рубен. Хух. Поехали. Поехали. Неужели это он? Найдем его сейчас, да? Вылазь. Рубен, вот ты где. Эй, дружок, хочешь морковку? Ох, как я рада тебя видеть. Рубен, беги! Ух, похоже, у нас неплохо получилось. Я думаю, что мы хорошо. О, Крика, привет. Я думаю, что мы сделали. Вот это да. Иди сюда. Назад, назад! Держись сзади. Все будет нормально. Ошибся с клавишами, но все равно победил. Ошибся с клавишами, но все равно победил. Тихо деревянные мечи! Знаю, что плохо, что-нибудь придумаю. Их слишком много, дружок. Не уходи оттуда, чтобы не случилось, слышишь? Всё будет нормально. Прочь от него! О нет, он тебя задел! Отвяжись! Давай, убираемся с этого открытого места. Он ещё подобрал по пути какие-то ресурсы с них. Ну что, у нас теперь зомби-свинья будет? Хочу тебе кое-что показать. Туннель, конечно, довольно хороший. Даже освещение какое-никакое. Но далеко ещё до той штуковины, которую ты хочешь мне показать. Но далеко ещё до той штуковины, которую ты хочешь мне показать. Осторозней, Джесси, ты... Ты же не хочешь заработать себе репутацию, слюнтяйки. Я уже бывал в пещерах, Петра. Ага, но видел ли ты когда-нибудь... Череп... Череп... Кого? Ого! Прямиком из Нижнего Мира. Ты первая, кому я его показала. Я его показала. Так что оцени по достоинству. Из-за этого старого пыльного черепа нужно было рисковать жизнью? Нет, я рисковал жизнью ради вещи, которые собираюсь обменять на старый пыльный череп. Для этого пыльного старого пыльного черепа. Есть этот парень, который я встречусь с Хендеркомом. Он готов обменять череп на бриллиант. Он будет мне продавать даймонд. Если у тебя есть схватка, это время от времени окупается. Хм... А почему он сам не отправился за черепом? Он из тех, у кого на такие дела нет времени. Какой он, расскажи? Ну, он оценит хорошо проделанную работу. Вау! 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 За один день ты проникла в нишнюю и рубила скелеты из сушителя. Я, конечно, тоже построил превосходнейшую статую, но, наверное, здорово быть на твоем месте. Знаешь, ты мог бы пойти со мной. Вообще, если ты побаиваешься, я тебя прекрасно понимаю. Хм... Но я бы не отказался от такой никакой подмоги. Ты хочешь, чтобы я, чтобы я пошла с тобой? Считай это актом благотворительности с моей стороны. Буду считать это всем, чем только пожелаешь, если и в самом деле пойду с тобой. Зачем тебе этот верстак? Иногда им пользуюсь. А так, раз уж твой деревянный меч сломался, ты подаришь мне новый? Лучше ты со мной сделаешь. Палка и два камня, вот тебе и меч. Бери все необходимое. Ага, ладно, спасибо. Эй, это все твое? Нет, мы просто обворовываем всякого, кто проявляет глупость, оставляя здесь свои вещи. Естественно, это мое. Я просто уточнил. А, вот то, что нужно. Джекпот. Просто положи детали на стол. Давай, Джесси. Мы не хотим все время поджимать. Ага. А-а-а. Это вот так надо сделать. Каменный меч. Видишь? Лучше всегда делать самой. Ты глянь, какой Крайкон весь чё-то, блин. Не могу поверить, мы победили. Странник Край был правильным выбором. Молодчина, Джесси. Пора проучить Лукаса и всю его уродскую банду. Что это вообще за дурацкое название от Салоты? Знаешь, может, Лукасу не откажешь в высокомерии, но он не раз приходил мне на выручку в сложных ситуациях. Может, тебе стоит узнать его получше? Так, на всякий случай. Он хороший строитель, это бесспорно. Такого парня всегда полезно иметь под рукой, какую бы личную неприязнь ты к нему не питал. Да, пожалуй, ты права. Я хочу сказать, если повстречаешь его на Крайконе, попробуй с ним поговорить. Петра, не надо мне читать лекцию об эффективности сотрудничества. А как насчет лекции об эффективности моих кулаков? Она короткая, зато смертельная. Давай-ка поспешим. Помнишь, каким был Крайкон, когда его... когда здесь еще не было так круто? Помнишь, каким были мы, когда еще не были такими крутыми? А кое-кому из нас никогда не быть крутыми? Криперы! Да ладно, черт. Криперы! Кажется, дело плохо. Что ж, с этого моста есть лишь один путь. Так или иначе, мы все сделаем вместе. Прыгаем! Потому что Криперы уже не взрываются. Криперы на конкретную, международное каждое. Хорошо, пошли! Попоросеша а где? Вон он улетит слева. В шоке полном. Толлтейл Геймс представляет совместно с Моджонг в Майнкрафт-стори-мод. Через только минут 30 нам показали. Вот так. Поросёнок так закрывается, забавно. Какие-то летучие мыши, бумажные абсолютно. Жод, жод, а ты не в хрусте, надо нырять в воду, а не шлёпаться, а поверхность. Соберись и следуй за мной. Свинья забавно плывёт. Ну да, плашмя не очень было круто упасть. Итак, во время проявления сделки разговаривать буду я, хорошо? Не хочу, чтобы что-то пошло не так. Разговоры, мой конёк. Ладно, будет по-твоему. Если хочешь помочь, попытайся выглядеть по-страшнее. Вот так. Сейчас я не тебя боюсь, а за тебя. Джесси. А, Петра? А, ну вы же знаете Петру, мою новую загадочную подругу, нас теперь водой не разольёшь. Мы столкнулись друг с дружкой, когда искали Рубина. Бедняга Рубин, что у него с глазом? У нас произошла небольшая стычка с зомби. Они намяли Рубину бока, но он показал им, что почём. А что ты делал в лесу Петра? Ничего, меня просто привлекли пронзительные крики Джесси. Быть бы мне добычей пауков, если бы она на меня не нашла. Прости, что мы не пошли с тобой, Джесси. Но постойте, мы же победили. Похоже, мы опять расплатились за то, что оставили друзей в критическую минуту. Наш тайник край настолько живой, мне даже смотреть на него боязно. Здорово у нас вышло, правда? А всё-таки надо было мне приделать вот эту часть сзади, смотрелось бы лучше. Я мог бы приладить побольше ракет где-нибудь ещё. Я горжусь вами, ребята. А, ерунда. Не вгоняй меня в каску, серьёзно, не надо. Слушай, Джесси, пора пойти проверить этот объект. Ну да, объект. Только... Ага. Как обухом поговорим. Мы с Акселем всё равно собирались отправиться на Крайкон. Увидимся там? Я слышал, кто-то говорил, что возле стенда с картами бесплатно тортом угощают. Быстрее мы договорились встретиться в том переулке. Темно, темно. Вот так темно. Это странно. Он говорил о тёмном, шутковатом переулке возле ворот, но его тут нет. Может, запаздывает? Ты уверена, что это и есть тёмный, шутковатый переулок, о котором он говорил? Была уверена. Ладно. Меняем план. Вы остаёте здесь на случай, если... Это и прямо то место, о котором он говорил, а я пойду разведаю. Наверное, я его не расслышала как следует. Опять же, я никогда прежде не ошибалась в местном встрече. Ты не можешь оставить меня... Ты же не думаешь, серьёзно оставить меня здесь? Раз уж ты умудрился выжить в лесу, то, я думаю, и здесь не пропадёшь. Не успейте глазом макнуть, как я вернусь. Если он объявится без меня, то уж вы уж меня дождитесь. Ну и кто вы такие? Нет, а ты кто? Ну давайте представимся. Я жду. Меня зовут Джесси. А тебе-то что за дело? Мне надо встретиться с Петро, она и с тобой, кем бы ты ни была. Дай мне одну большую причину, почему я не могу выйти здесь прямо сейчас. Я её напарница. Так. Ну? Я с Петро. Я с Петрой. У меня сделка с ней, а не с её напарницей. Она придёт, но мы можем начать и без неё. Череп у тебя? Ну... У тебя или нет? Он у Петра, она вернётся с минуты на минуту. Что ж, раз она его принесёт, думаю, пару минут я подождать могу, не помру. Айвор, а, вот она Извини, припозднилась, но приятного момента грех не подождать У меня то, о чем ты просил Если, конечно, ты готов отдать нам обещанное Нам? Про нам там ты ничего не говорила, а я не люблю сюрпризов Если ты вводишь компанию с подобными людьми, может быть стоит отменить сделку Да нормально у меня, друзья, правда, Джесси? Проблем не будет Давай не будем пороть горячку, хорошо? Это просто небольшое недоразумение Давайте уже с этим покончим Вот и я о том же Тогда продолжаем Я заберу бриллиант Да, ты его заслужила Возьми его, take it Но это не бриллиант Нет, это лазурит Какой грязный, жалкий трюк Нужно найти его Либо я получу свой бриллиант, либо верну себе череп Либо заставишь его заплатить, верно? Быстрее Ты его видишь? Нет, он скрылся, значит придется его разыскать Пошел Вперед Мы не найдем его, если будем просто стоять Это он, Габриэль, Габриэль Отойдите У меня один вопрос Отложите все вопросы до конца выступления Вы что, фанат Габриэля или типа того? Жаль, что билеты уже распроданы Ну, это наш поросенок, нет? Не думаю Аксель Думал тебе удаться ускрынуть от этой ловушки? Да, что ж Ничего у тебя не получится Тебе не сбежать Слушай, Аксель Ты случайно нигде не видел такого жутковатого бородача? Нет Нет, но Петер мне уже обо всем рассказал Я ищу его Прости, чуть отвлекся Это устройство, прямо моя мечта Чрезвычайно сложная И почему-то не переваривает птиц Просто когда сталкиваешься с чем-то интересным Не следует это игнорировать Нам очень нужна твоя помощь, Аксель Не исключено, что только возможности найти его у нас не будет Я искал, просто отвлекся Ладно, ладно, буду искать Вот только посмотрю, как еще одну курицу разделают Вот чудо вперед, с тобой все ясно Не как опять команда раздолбаев Как поживает ваша дурацкая свинья? Я слышал, что сильно жара вызывает нарушения в работе мозга Я немного занят, приятель Чем, поиском смысла жизни? Че, поиском новых друзей? Эй Эй О, Айвер Айвор Эй, ты что себе позволяешь? А ты что это думаешь? Прошу прощения, отстань от меня Я же извинилась Ошиблись Рубен? Куда ты запропастился? Свежая свиная отбивная, приходи налетай Мясник Никто не радует так желудок, как сочная свиная отбивная Рубен! Рубен Чего ты кричишь? У меня тут, между прочим, бизнес Это мой поросенок, ты похитил моего поросенка Эй, не понимаю, о чем ты толкуешь, барышня Я нашел эту свинью на улице Не самая толстая свинья на моей памяти Пожалуйста, это мой друг А для меня это просто товар Возможно, ты могла бы его выкупить Хотя, мне кажется, у тебя нет ничего ценного Ну же Нужно же как-то окупить затраты Пригрозить мечом Дай сюда мою свинью Ладно, ладно, маньячина малолетняя, бери, она твоя Пошли, Рубен Прости, Рубен, я везде искал этого жутковатого парня И не заметил, как ты Я не заметил Я решил, что нам просто лучше оставить меч Мало ли пригодится Помнишь, что мне нужно было провернуть вместе с Петрой? Короче говоря, мы встретились с этим типом, но он нас с Петре облапошил Вот мы его ищем, поможешь? О, конечно, я с вами Что-нибудь, кто-нибудь его видел? Я думал, что заметил его, но опознался Погоди, вот он Похоже, что он идет в зал Нам нужно как-то обойти этого привратника, чтобы попасть туда Вперед А, привет Как мы можем попасть внутрь? Э, билеты Так, но это очень важно С дороги Это было бы неплохо В пору посмеяться С дороги, нам надо попасть внутрь А мне надо увидеть ваши билеты Иначе оставлю вас прямо здесь Улица Улица, курица, курица Пронесло Я тебе так признателен, ты просто не представляешь Нам надо что-то сделать Например, билеты на это шоу давным-давно распроданы Я бы мог прорваться, мне только нужно место, чтобы разогнаться Ещё гениальные идеи? Нужно отвлечь его внимание Если тут будет бегать множество кур, чем не отвлекающий манёвр? Вон отсюда Этот привратник боится кур Может, у нас получится сломать куроразделочную машину Этого парня? Тогда мы надолго его отвлечём Ненадолго, а, надолго Но придётся сломать окно Как ты до него доберёшься? Давайте поищем Должно же подвернуться что-нибудь подходящее Демонстрация слизи Могу поспорить, при помощи блока слизи я бы достал до верха О, привет, снова встретились Один блок слизи, пожалуйста Мы здесь не предлагаем слизь в блоках, только в ядрах Но сегодня у нас их мало, так что отпускаем только по две штуки в одни руки Ты могла бы сама изготовить блок слизи, если у тебя будут девять ядер Прости, пожалуйста, за прошлый раз, я просто обознался, правда Извинение принято Каждому по комплекту ядер слизи, пожалуйста Стоп, так у нас тут восемь ядер слизи, нам нужно ещё одно, чтобы сделать блок Ладно, чтобы найти способ добыть ещё слизи, да побыстрее, ясно Надо добраться вон до того окна, но ограда мешает Но вряд ли мне удастся совладеться гадой, пока он там торчит Привет, это снова я, помнишь меня? Привет, это снова я Ещё одно ядро слизи, пожалуйста Боюсь, не выйдет, если я нарушу правила, для тебя придётся нарушать их и для всех остальных, тогда у меня вообще слизи не останется Извини Пожалуйста Надо найти ещё одно ядро слизи Рубен, нужна твоя помощь, чтобы ты сделал в такой ситуации Да, я понял тебя, братишка Слушай, Лукас, можешь оказать мне одну услугу? Всё возможно, мне нужны ядро слизи, поверь, это не просто прихоть Народ, что бы вы там ни затеяли, я с вами Спасибо, Лукас Я же говорил, он может быть полезен Да ладно, не так уж плохо, не так уж круто этот парень, правда? Там будет видно Пора кое-что изготовить А вы, ребята, давно строите вместе? У вас хорошая слаженность? Завидуешь? Просто хочу сказать, по-моему, это здорово, что ваша команда так слаженно работает Да Как успехи, Джесси? Ты знаешь, что нужно делать слизь в каждую ячейку и в каждую ячейку слизь Та-да, один блок слизи Гадость Я учту Вот так Узнаю тебя, Джесси Подтолкни меня Мои птицы, мои любимые птицы Не открывайте глаза, иначе они вам их выгляют Это наш шанс Эй Куда он делся? Сюда Через эту дверь Что мы будем делать, когда его поймаем? Есть миллион способов сыграть эту партию Вежливо попросим свою собственность Коротко, мило и по существу, неплохо Готовы? Готовы? Готовы Свин самый серьезный Что-нибудь видно? Должно быть он пошел другим путем Что это? Похоже здесь был подвал, странное место для укрытия Появлю себя в закладе, я найду здесь свой череп из сушителя А если мы найдем что-то классное, мы ведь сможем это прихватить, так? Аксель, мы здесь не для этого Я же сказал, что вежливо попросим, Аксель Да, но в этот... Но... Но раз этого парня тут нет, то и просить не у кого Так что все в наших руках Не хочу опускаться до его уровня Но разве это не лучший способ с ним расквитаться? Айвор может вернуться в любой момент Нет времени заниматься грабежом Временно грабеж найдется всегда, Джейси Всегда Чем быстрее мы найдем то, что ищем, тем быстрее сможем убраться отсюда Книжный шкаф В основном все для варки пива Хм, круто, хороший шкаф, мне нравится Петра, иди сюда О, привет Изумрудный Слишком тяжелый и мягкий Но очень эффективный Да, я не думаю, что этот парень Я не думаю, что это будет Я не думаю, что это будет Слушай, ты у нас еще один шкаф, да? Ага, пришлось помахать им перед этим баваном мясником Ну, чтобы спасти руину жизнь Впечатляет Впечатляет Решила оставить, но Он мне показал слишком мягким и тяжелым Ничего все равно может пригодиться К тому же он очень эффективный Суперфлэши Хе-хе-хе Надо запомнить Что-нибудь есть? Хочется это украсть И вот то И руки само собой тянутся Хе-хе Руки у него тянутся Затейливое зелье О, посмотрите на это Вы мне не поверите, но я клянусь, видел это во сне Ага, зелье Согласен, это прогресс, но все же Хм Буду очень рад, если отправитесь вместе со мной домой Ну же, Аксель Сделай должение Прищи этот череп Я и так ищу А вот и нет, я тебя о чем просила, а ты делаешь все наоборот Он обязательно заметит пропажу своего замечательного зелья Хороший вор всегда заметает следы Готово О, да, идеальное преступление Хм, рычаг какой-то О, Оливия О, Хрюндель Давай с Хрюнделем поговорим Эй, Рубен, нашел какие-нибудь зацепки? В чем дело, дружок, что-нибудь почуял? Что-то есть? Молодчина, Рубен Ну, он, понятно, на рычаг указывает Я в последнюю очередь к нему хотел идти Что-нибудь есть? Он далеко не профан в части чародейства Очень хитроумная штука Угу Эй, Лукас, нашел что-нибудь? Тебе нужна инструкция, как построить логово для жуткого злодея при помощи подзвучных средств? Продолжай искать, мы скоро выберемся отсюда Надеюсь Я надеюсь Что это? Песок души, он повсюду в нижнем мире А что насчет блока в середине? Никогда не видела ничего подобного Попробую посмотреть поближе Чувствуете? Словно пульсирует Похоже на какую-то машину Если это машина, то я не видел эту машину раньше Не забывай, зачем мы здесь, мы ищем череп Давайте откроем Итак, хорошие новости и жутковатые новости Я нашел череп, но... Что за череп? Почему я рискую голову ради этого черепа, если он у них уже есть? Он и так спешил заполучить его Хм... Это должно быть как-то связано Сундук и черепа были спрятаны здесь вместе со всем остальным, это неспроста И что это значит? Кажется, я знаю, в чем тут дело Песок души плюс три черепа и сушителя Это же рецепт для создания иссушителя Но иссушитель это... Один из самых ужасных монстров Мы спустились сюда, чтобы найти череп, мы нашли его Может, просто взять его и свалить отсюда, пока есть возможность Эмрон, бежим! Ты меня не узнаешь? Или пожалуй? Удивлен наши встречи? Нет, не годится Думал, что избавились от меня, да? Вот это Вот это лучше Хм... 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 Зелья заметит А, свина чуть не заметил Что это было? Кто здесь? Кто здесь? Хм... Привет, Айвор Эй, ты! Что вы тут делаете? Что вы видели? Оставь его! Ага, прочь, приятель Вы? Вы что, следили за мной? Ты думал, надуть нас в кон... И концы в воду, да? Мы пришли объяснить тебе, что ты ошибаешься Что вы собираетесь делать? У меня есть то, что мне нужно, а у вас то, что заслужили Хм... Мы видели твоего иссушителя, отдай нам бриллиант Хм... Убирайтесь, пока я не вышвырнул вас Мы знаем, что ты чем-то тут занимаешься Песок души и три черепа иссушителя Ты хочешь построить иссушителя? Хм... Вы умнее, чем кажетесь Эй, не позволю разговаривать с моими друзьями в таком тоне Придержи язык, а не то Довольно! Вы и так мне уже потратили кучу моего времени Куда он делся? Разве вы не хотите по-хорошему? Буду рад швыгнуть вас Покажи нашим друзьям дверь Это иссушитель? Больше мы големы похожи как у кого-то Ах! 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 Поросёнок, беги! Блин Ух ты, это так здорово! Не так ли? А сейчас, впервые за всю историю Крайкона Мы с гордостью объявляем Единственный и неповторимый Габриэль! Ты воин Мы любим тебя! Спасибо! Вы со мной? Все в порядке? Эм, народ Где Лукас? Мне показалось, он украл за мной Что ж, если его здесь нет, он может быть только... Он все еще внизу У Айвора есть железный голем и все составляющие, чтобы построить внизу иссушитель Если он думает выпустить его в такой толпе Надо действовать быстро По счастью, здесь находится величайший воин всех времен Должен признаться, меня буквально заставили прийти сегодня сюда Ну, это он говорит Ну, короче, да, она говорит, что, типа, здесь есть величайший воин, а, типа, а дальше он Это самый умный способ помочь Лукасу Он вынослив, надеюсь, у него хватит сил, продержаться не мог Нам нужно, чтобы... Нам нужно, чтобы... Нужно, чтобы Габриэль вытащил Лукаса И разобрался с всем тем, что мы там видели И все правильно делаем Мы все правильно делаем, Джесси Надеюсь, Лукас сумеет продержаться против голема, пока мы приведем под богу Тогда скорее, что ж, явимся без приглашения При правильной подготовке и верном руководстве любой, говорю вам, любой может стать героем Нужно просто проверить Посмотрите мне в глаза Хочу, чтобы вы знали, я тоже смотрю вам в глаза Нам надо продвигаться сквозь толпу к Габриэлю Начните верить сегодня У меня есть несколько вопросов Народ, соблюдайте порядок И ты в первом ряду Допустим, когда Эльград и Дракон Эм... Ну, в общем, какая у Эльграда была любимая еда? Хлеб, следующий вопрос Да, дальше Какой у вас вопрос к великому Габриэлю? Ну... Мне нужна твоя помощь Наш друг Лукас в беде Действительно, что ж, всем известно, что я настоящий спец по угрозам Я не дурачусь Я не дурачусь Моего друга поймал железный голем Звучит серьезно Где твой друг? Он где-то здесь? Он прямо под нами У меня вопрос Простите, вам придется дождаться своей очереди Сперва ответь Ты правда считаешь, что любой может стать великим? Если упорно работать, то да А я что? Оплошал в этом плане? А что, работал недостаточно упорно? Айвор? Это вправду ты? Как ты смеешь вот так вот вмешиваться? Это тип, что напал на нас в подвале Не скажу, что для меня это сюрприз Так тебе сюрприз нужен? Скоро будет Почему бы не рассказать им, как было на самом деле, Габриэль? Вижу, время тебя ожесточило Зато тебя оно сделало еще глупее, чем раньше Итак, этим людям было обещано величие И я готов его продемонстрировать Извините, но именно так и следовало узнать правду Габриэль, ты должен его остановить Ничего не вечно, Габриэль Айвор нет Монстр, вперед! Ой Не успел А, он еще и увеличивает Спокойно Это несколько тварей далеко до меня Монстр, вперед! Атакуй! Что ты сделал? Габриэль! Нет, не подходи! Ему нужен я, а не ты Гляньте на него, великий Габриэль Похоже, истинное величие ему недоступно Он, пожалуй, не сумеет сокрушить эту тварь Зато я сумею Монстр, вперед! Монстр, вперед! Монстр, вперед! Ретреат, я сказал! Ретреат! Это не работает! Не работает Не стоит волноваться, друзья У меня есть эликсир, который разрушит это создание Зелье, так что же это? О-оу Что? Невозможно, оно должно было сработать, я так старался Зелье, Аксель, ты должен бросить настоящее зелье Кто нашел, там выпей надлежит Форы, вы все испортили! Аксель, ну же! Джесси, бросай его Он пускает вход в самозащиту Без открытия командного блока Сделие бесполезно Так не должно было случиться Айвор, вернись, трус! Держи, помоги мне! Джесси, помоги мне! Все бегут прочь, кроме себя Вы мне поможете? Я должен попасть в храм, но одному мне не справиться с предстоящим делом Конечно, за мной Офигеть, он такой большой стал Фух, давайте мы тогда на этом серию закончим и следующий продолжим Всем пока!